Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги, хотел бы продолжить тему наукометрического анализа. Отдельно хотел бы поблагодарить Алексея Владимировича за то, что он добавил актуальности к моему сообщению. Я надеюсь, что этот пробел, который существует в рекомендациях по лечению рака легкого, с помощью нашей работы также получится заполнить. Небольшое отступление. Два документа, которые определили актуальность нашей работы. В конце 2018 года были внесены изменения в 323-й федеральный закон и закон об обязательном медицинском страховании, которые, я надеюсь, окончательно определили роль, место, порядок создания, пересмотра рекомендаций. И государственный стандарт, называется клинические рекомендации, где прописаны правила, как должны быть написаны рекомендации в нашей стране. К сожалению, не все документы, опубликованные на сайте Росминздрава, не соответствуют этому стандарту. Жизненный цикл клинических рекомендаций представлен в таком виде. Восемь основных этапов начинают инициализации, поиск и анализ доказательств, синтез рекомендаций, апробация, экспертиза, ратификация, внедрение, актуализация. Сегодня хотелось бы остановиться на этих двух этапах. Которые состоят из своих подэтапов. То есть, с чего мы начинаем? Непосредственно с постановки конкретного клинического вопроса. Определение клинической ситуации, по которой в дальнейшем будем искать доказательства. Определяем стратегию поиска, то есть те базы данных, ключевые слова и глубину поиска. Поиск и отбор доказательств, систематических анализ. Далее мы разрабатываем профили рекомендованных физических и реабилитационных технологий и формируем дополнительные элементы клинических рекомендаций, такие как методики, алгоритмы, схемы. И завершающим этапом этих, подэтапом этих двух этапов является анализ возможностей последствий. В первую очередь, это различные медико-экономические анализы. Что же такое наукометрический анализ? Технология обработки научных знаний, изучающая эволюцию науки через измерение и статистическую обработку современных доказательных ресурсов. Это тот инструмент, который позволяет нам реализовать эти два этапа. Была бы сделана вот такая вот выборка. То есть, если вы заметите, порядка 250 тысяч исследований только в одном подмеде посвящены раку лёгкого. Из них 1% применению технологий физической и реабилитационной медицины при раке лёгкого. И правая половина таблички, видите, это исследования на русском языке. Последняя, нижняя строка посвящена специализированной базе данных. Физиотерапия evidence database. Это база данных, которая соревнована Сиднейским университетом. Ноль. Мы использовали только рандомизированные клинические исследования, соответствующие атрибуты, сравнительный характер, рандомизация, ослепление и оценка по конечным точкам. Это одни из основных атрибутов. На основании этого определяли уровни убедительности, доказательств и классы рекомендаций. Вот тот сам инструмент, Татьяна Юрьевна его уже показывала, непосредственная шкала, максимальный уровень 10, минимальный 1 за каждый атрибут. Note applicable – это раздел, посвященный непосредственно уже сформированным клиническим рекомендациям, гадлайнам, систематическим обзором и мета-анализом. Таким образом выглядит динамика количества исследований. На 1 декабря 2018 года нами было отобрано порядка 127 публикаций, из которых 83 – это рандомизированные клинические исследования, 38 – систематические анализы и 6 – клинических рекомендаций. Динамика появления этих публикаций, она на самом деле очень радует. Я думаю, что на сегодняшний день их еще больше. Таким образом выглядит у нас разброс. То есть основной объем, с которым мы работали – это от 3 до 8 баллов. Порядка 70% исследований были посвящены физическим упражнениям. Далее. Традиционные оздоровительные гимнастики, куда включались? Йога, тайчи, цигун, пилатес, различные варианты. Акопунктура, куда включалась? Электроакопунктура, акопрессура и так далее. Мы попробовали сформировать так называемую модель пациента в зависимости от распределения технологий и от применения на том или ином этапе лечения. Вы видите, что порядка 40% исследований посвящены применению технологий ФРМ на хирургическом этапе. Совсем немного во время химиотерапии, лучевой терапии. И, как ни странно, порядка 33 исследований посвящены применению технологий ФРМ при оказании палеоативной помощи. На основании анализа был сформирован рекомендованный доказательный профиль. В данном случае мы также применили модульную модель. На примере модуля, посвященном лечебно-физическим факторам, где в зависимости от уровня убедительности доказательств и класса рекомендаций, вот, было сформировано. В связи с ограничением и в связи с регламентом, оставшиеся 8 модулей, они выглядят примерно таким образом, по которым в таком же стиле были сформированы таблицы. Что хотелось бы сказать, подытоживая, что в настоящий момент в международных специализированных базах данных присутствует достаточное количество качественных исследований, которые позволяют на их основе сформировать рекомендации и в последующем вести их пересмотр. И это количество, оно постоянно растет. Необходимо провести и начать проводить качественные отечественные исследования, которые отвечают современным международным требованиям, и применять их при реабилитации пациентов, в данном случае с раком легкого. И клинические рекомендации, разработанные на основе полученных таких исследований данных, позволяют существенно повысить качество и эффективность реабилитационных мероприятий у пациентов с раком легкого. Благодарю за внимание. Борис Сергеевич, вы вернетесь к тем модулям. Верните, пожалуйста, презентацию, но все-таки еще осталось. И обратите внимание на те модули, которые должны присутствовать в реабилитации больных раком легкого. Пожалуйста, верните еще раз презентацию. Модули, посвященные лечебной и физической культуре, психокоррекция, фармакологическая поддержка, нутритивная поддержка, эрготерапия, коррекция образа жизни и факторов риска прогрессирования и вспомогательные специализированные технологии. То есть это огромный объем работы, который позволит все это дело существовать только в рамках мультидисциплинарной команды. В том числе телемедицинские технологии. Спасибо. Продолжение следует...